Сделать игру более занятной и привлекательной для детей, привнести в неё правила спортивные элементы – этим всерьёз озадачился учебно-методический образовательный центр Щелковского района. Экспертами выступают учёные с кафедры человековедения и физической культуры Академии социального управления. В 2017 году в дошкольные учреждения вводится комплекс ГТО. Он покажет, насколько дети преуспевают в своём физическом развитии. Спортивный ребёнок реже болеет, в один голос говорят медики и педагоги. Положительный элемент будет очевиден, если инструкторы как в детском саду, так и в школе будут работать в тесном контакте с воспитанниками. В 2017 году у нас вводится комплекс ГТО. И учителя физической культуры, и инструктора дошкольного образования физической культуры будут работать в тесном контакте для развития основных физических качеств. У дошкольников и школьников. Вот по этой проблеме мы, как говорится, сегодня собираем в Щёлковском районе учителей и инструкторов физической культуры. Порядка 60 инструкторов по физической культуре дошкольных учреждений школ Подмосковья обсуждали теорию, практику использования игровых технологий в системе физического воспитания. Методист учебно-методического образовательного центра Щёлковского района Светлана Прищепа уверена, организация во всех дошкольных учреждениях, оборудованных спортивных площадок позволит детям не просто свободно бегать, но и осваивать элементы игры в теннис, футбол и хоккей. Проблема заключается в малом количестве таких площадок, в то время как залы самих детских садов оснащены прекрасно. Но даже там, где такие дворы обустроены, детей бывает немного. Окружение всевозможными гаджетами отнимает время на активный отдых. В чём же проблема для реализации именно спортивных игр? Первая причина называется – это отсутствие оборудования и хорошей игровой спортивной площадки. Сначала, наверное, нужно обеспечить высокий достаточный уровень физической культуры и физического образования всего населения. А ГТО станет определенным средством среза того уровня, который уже человек достигнет. Участники семинара полагают – физическое развитие ребёнка не должно ограничиваться площадкой детсада. Оно продолжается всё время, пока ребёнок находится в семье. Играя со взрослыми, малыш учится самостоятельно организовывать двигательную деятельность. Один из главных элементов физической активности – это, конечно же, занятия в бассейне. Вот здесь, в детском саду «Золотая рыбка» каждый день проходят занятия. Ребята помладше занимаются одну неделю, те, кто постарше – два раза в неделю. Занятия – от 15 до 30 минут. Подвижные игры на улице, занятия в бассейне и спортзале выполняют своё полезное дело. Посещаемость в саду «Золотая рыбка» высокая – в среднем 75%. Те дети, что отсутствуют, делают это не по болезни. Используем все игровые методы, мы вовлекаем детей в игру. Таким образом они раскрываются, самореализовываются. И таким образом у нас повышается преемственность дошкольников с нашими школами. Мы выпускаем выпускников в школу уже, в общем-то, готовыми и готовыми сдавать нормативы. По мнению участников, такие семинары помогают выстраивать мост преемственности в организации подвижных и спортивных игр от детсада к школе. В процессе обсуждения по залу пустили опросные листы. В них слушатели поделились своим интересным опытом. Михаил Налётов, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щёлково». Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щёлково»